Добрый вечер, дорогие коллеги. Очень рады вас всех приветствовать с Марией Валерьевной Михайловской. И сегодня мы бы хотели с вами поговорить о такой вещи, как электронные корпусы синхронного перевода. Причем мы затронем в своем мастер-классе как проблемы, так сказать, уже существующих корпусов и возможностей их использования, так и проблемы, связанные с методологией создания собственного корпуса, как частного такого, который никак не связан с понятием big data, который нужен будет для непосредственно того или иного исследования, которое, возможно, вы проводите в сфере устного перевода, синхронного конкретно перевода, так и, так сказать, направление, возможно, их использование. Потому что наш пафос, если хотите, сегодняшнего мастер-класса в том, чтобы с вами порассуждать на тему того, как проводить, во-первых, исследования синхронного перевода, и, во-вторых, как это можно использовать в электронные корпусы, в преподавательской практике, в обучении устному переводу. Еще маленькая техническая, да, большая просьба, пожалуйста, всех, кто не хочет что-то сказать, держать микрофоны выключенным, потому что очень сильный фон идет, у меня прекрасные наушники, такие, в которых я обычно перевожу, поэтому все это усиливается многократно. Итак, да, и еще такой по нашему, так сказать, порядку проведения, поскольку это мастер-класс, это не лекция, это не какой-то там, я не знаю, там, обучающий момент, да, мы бы хотели, чтобы была дискуссия все-таки, вы высказывали какие-то, ну, во-первых, вопросы свои задавали, во-вторых, высказывали какие-то свои комментарии, может быть, даже не обязательно дожидаться конца, само собой, если у нас останется время, мы его отведем, что называется, в конце на вопросы, но, возможно, что-то, какие-то мысли появятся по ходу, вы знаете, что что-то можно в чате писать, что-то можно поднять ручку, все владеют, да, зумовскими вот этими маленькими лайфхаками, да, и мы постараемся ответить, не дожидаясь, может быть, даже конца, потому что иногда что-то возникает по ходу. Вот такое, наверное, краткое вступление, теперь я передаю слово Марии Валерьевне, которая начнет наш мастер-класс, ну, а потом я ей помогу. Добрый вечер, дорогие коллеги, позвольте мне сделать демонстрацию экрана, и мы с вами начнем. Итак, сегодня мы с вами поговорим о электронной корпусе синхронного перевода, их технологии, методологии и применении. Для кого секрет, что за последние несколько лет, благодаря интенсивной кувитаризации и цифровизации, получила развитие достаточно перспективное направление – корпусная лингвистика. Исследования, проводимые в рамках корпусной лингвистики, можно подразделить на корпус-based, направленные на составление, на разработку самих корпусов, и корпус-driven, которые, собственно говоря, эти исследования направлены на изучение тех данных, которые получены в результате составления корпусов. Основополагающим понятием, простите, немножко зарапортовала в самом начале, то есть немножко наоборот, то есть корпус-based, которые основаны на изучении тех данных, которые получены с помощью создания корпусов и корпус-driven, которые направлены на разработку. Итак, основополагающим понятием, естественно, является сам корпус, и корпус, по мнению МакЭннери и Вилсона, представляет собой собрание языковых элементов, фрагментов, отобранных в соответствии с четкими языковыми критериями для использования в качестве модели языка. Ну, с этим определением можно соглашаться, можно также оспорить. Итак, сегодня, как уже было сказано выше, мы будем говорить не о корпусах вообще, а именно о корпусах, об электронных корпусах синхронного перевода. Корпусные исследования в рамках устного перевода появились относительно недавно как следствие применения корпусов в изучении именно письменного перевода, как, собственно говоря, писала, как их появление характеризовала свои основополагающие статьи Мириам Шлезингер, работы которой являются постоянным источником вдохновения для переводоведов и к которой мы обратимся несколько позже. Итак, корпусные исследования в области перевода начались с перевода письменного. И в этой связи хотелось бы упомянуть специальный выпуск журнала Мета, который вышел в 1998 году под редакцией Сары Лавиоса и ознаменовал появление новой парадигмы в переводоведении. В этом сборнике были статьи, которые были в основном посвящены именно переводу письменному, то бишь корпусным исследованиям в области письменного перевода. И в них освещались основные ключевые аспекты корпусных исследований в области письменного перевода. Затрагивались такие вопросы, как принципиальная возможность создания электронных корпусов на основе текстов оригинала и перевода, репрезентативность выборки, преимущества и недостатки параллельных корпусов, а также дидактический потенциал использования при подготовке переводчиков письменных. И как, собственно говоря, говорила великая Мона Бейкер, корпусные исследования спровоцировали резкий переход от прескриптивных к дескриптивным концептам, от фрагментарных наблюдений к систематическим исследованиям. В отличие от корпусов текстов письменного перевода, устно-переводческая практика не может похвастаться таким изобилием корпусов. И впервые на необходимость распространения корпусных методов на область синхронного перевода указала Мириам Шлейзингер, о которой я говорила ранее, и, к слову, ее статья была вот как раз таким триггером, которое, собственно говоря, и ознаменовало появление новой парадигмы. Эта статья была как раз опубликована в уже упомянутом мной сборнике Мета в 98-м году. Однако и уже чуть более 20 лет спустя количество корпусов устного перевода невелико. Но прежде чем мы перейдем уже к каким-то конкретным корпусам устного перевода, хотелось бы остановиться немножко на основной типологии. Итак, корпусы у нас подразделяются на параллельные и сопоставимые. Параллельный корпус включает в себя так называемые би-тексты, то бишь тексты оригиналов и переводов. Этот корпус обязательно должен быть выровнен и служит прежде всего для обнаружения рекуррентных или оказианальных переводных соответствий. Также существуют и сопоставимые корпусы. Сопоставимые корпусы – это, соответственно, те корпусы, которые содержат тексты одного жанра, стиля, одной коммуникативной ситуации, но не представляют собой оригиналы и переводы. Эти корпусы не выравниваются, и в них, в принципе, возможно обнаружение языковых соответствий, но изначально для такой цели они не служат. Говоря сегодня об электронных корпусах синхронного перевода, мы будем прежде всего иметь в виду именно параллельные корпусы, и это вполне очевидно и объективно. Итак, как я уже сказала, прошло чуть более 20 лет с тех пор, как основоположница, можно сказать, корпусных исследований в области устного перевода ознаменовала, озвучила появление этой новой парадигмы, тем не менее спустя даже 20 с лишним лет этих корпусов достаточно немного. И среди них хотелось бы упомянуть следующее. Соответственно, это достаточно известный всем трехязычный корпус синхронного перевода в Европарламенте EPIC. Также на его основе был составлен другой корпус, который называется EPICG. Это многоязычный корпус, которым изначально были представлены только три языка – французский, голландский, английский, но потом постепенно количество языков увеличивалось. И этот корпус был разработан Генским университетом в Бельгии. Также нельзя упомянуть и, соответственно, корпус, который называется DIRSI. DIRSI – это корпус медицинских текстов на итальянском языке. Опять-таки, это корпус именно синхронного перевода на медицинских форумах. Далее следует упомянуть и о ФУТИ, и как этот корпус был составлен, собственно говоря, с Андрелли и рядом соавтором, собственно говоря. И, как уже явствует из самого названия, в этом корпусе представлены тексты синхронного перевода на чемпионате Европы по футболу, который проходил в 2008 году. Также вы можете увидеть здесь еще, упоминается у меня и корпус COSI. Это мультимедийный корпус, где представлены образцы синхронного и последовательного перевода. Также следует упомянуть и COR-IT, содержащий образцы медиаперевода на итальянском телевидении. И COR-IT был составлен странером Серхио. Далее еще в правом нижнем углу вы видите еще два корпуса CEIPPC и CECIC. И это, собственно говоря, корпусы уже, соответственно, двуязычные. Там представлены английский и, соответственно, китайский языки. Итак, продолжим дальше. Следует также упомянуть и основные компоненты описания текстов, которые включены в корпус синхронного перевода. И в данной связи следует упомянуть о том, что эти компоненты приведены здесь несколько условно, потому что не всегда представлены в описании того или иного корпуса. И зависит их наличие сугубо от типа корпуса, который составлен. Итак, как вы видите, это, естественно, так называемые метаданные, что вполне логичны. Логично это информация о спикере, дата выступления, скорость речи, количество слов, длительность, мета-среда, некоторые лингвистические характеристики, касающиеся лексики, морфосинтексиса, паралингвистические характеристики, например, просодия, и невербальные характеристики, касающиеся жестов и проксимики. Особенно это релевантно в случаях корпусов именно sign language interpreting. Говоря о методологии, следует упомянуть три имени. Естественно, это список далеко не экзостив, что называется. Тем не менее, можно было бы порекомендовать обратиться к работам с Андрелли. Это статьи как раз по ФУТИ, о котором я уже говорила. Introducing ФУТИ, Simultaneous Interpreting in Football Press Conferences. И также можно ознакомиться совместно с статьей с Андрелли и Бендазоли, которые освещают уже особенности работы при составлении корпуса EPIC. как EPIC, Methodological Issues and Preliminary Results on Lexical Patterns and Simultaneous Interpreting. Также нельзя упомянуть и Роберта Сэттона, его работу «Copus-Based Interpreting Studies, Overview and Prospects» и, соответственно, вот работа Берландини «From Epic to Aptic», где как раз описывается опыт составления корпуса, о котором я вам уже говорила, который был составлен Генским университетом Бельгии. Итак, собственно говоря, одной из причин, почему на данный момент устно-переводческая практика не может похвастаться изобилием корпусов синхронного перевода, устного перевода, эти трудности объясняются вполне такими достаточно прагматическими причинами. И первая из которых, она достаточно, так сказать, очевидна, это получение доступа к материалам переводимых мероприятий. Естественно, этот доступ зачастую получить не так-то просто, не говоря уже о том, чтобы осуществить аудио-видеозапись проходящего мероприятия. И также проблему может представить и получение прав уже на использование уже существующих аудио-видеозаписей. Также определенную проблему могут представить и следующие... Попадает со своего подключаться к себе. Будьте добры, выключите, пожалуйста, микрофон, потому что вас слышно. Это очень ценно, но я думаю, что нам не стоит это услышать в данное время. Итак, среди прочих трудностей, которые уже касаются сугубо таких технических моментов, можно перечислить необходимое транскрибирование. Понятно, что, как сказать, это необходимая составляющая. Тем не менее, это достаточно трудоемкий процесс. Нужно осуществить транскрибирование как исходного текста, так уже, собственно говоря, и текста самого перевода. Далее, разметка, аннотация и выравнивание. И Андрей Юрьевич чуть более подробно об этом, обо всем расскажет чуть позже. Да, я продолжу, собственно говоря, тему трудоемкости во всех смыслах этого слова и в плане того, что, как говорят по-английски, это time consuming, то есть занимает очень много времени, и очень большую такую нагрузку, что ли, накладывает на исследователя, на человека, который решил заняться составлением корпусов. Вот смотрите, причина, по которой, в общем-то, в том, что называется письменным переводоведением, то бишь, то, что по-английски translation studies, да, корпусов все-таки приличное количество уже, наверняка вы все их знаете. Фактически в каждом национальном корпусе обязательно есть там подкорпус или какой-то его раздел, который посвящен, в том числе и в НКР и я, конечно, который вы знаете наверняка национальный корпус русского языка, да, потому что здесь мы имеем дело с изначально письменными текстами. Текст, допустим, какого-то литературного произведения или какого-то там, я не знаю, функционального документа и его перевод, мы их берем, собственно, и это уже основа корпуса, дальше там занимаемся разметкой, выравниванием, то есть, так сказать, текст существующий и обслуживающий определенную ситуацию коммуникации, он и является основой корпуса. Что касается синхронного перевода, как и вообще устного переводоведения, мы, как известно, имеем дело со звучащим текстом, то бишь со звуком, да, и иногда видеоизображением. Поэтому для того, чтобы он превратился в как таковой корпус, который был бы пригоден к определенному изучению, исследованиям и, прежде всего, конечно, лингвистическим исследованиям или, так скажем, в том разделе переводоведения, который так или иначе отталкивается от межязыковой природы перевода, его нужно подвернуть еще целой такой цепи обработок, трансформаций, которые, собственно, и превращают вот этот звучащий текст, то есть звуковые колебания, да, в текст письменный. То есть здесь изначально уже есть некое расхождение между, так скажем, любым параллельным корпусом письменных текстов и параллельным корпусом устных текстов. Второй момент очень важный. В отличие, опять же, от электронных корпусов письменных текстов, параллельных, допустим, биг-текстов, то бишь оригиналов и переводов, для того, чтобы составить, так сказать, такой же корпус для устных текстов, нужно понимать изначально уже на входе цель конечного создания такого корпуса. И это вопрос непраздный здесь. Почему? Потому что, скажем, если у нас исследование дальше планируется, или мы планируем, что кто-то будет проводить такие исследования, опять же, акцентируясь на продуктивном аспекте синхронного перевода, а он есть, естественно, как и в каждом виде перевода, я имею в виду перевод в значении транслят, да? И опять же, оригинал в значении некий текст, то бишь совокупность каких-то элементов поверхностной структуры высказания. То в таком случае нам достаточно, собственно, провести транскрипцию, произвести, вернее, да, отсеять там все, что не нужно, и представить этот текст, неважно, будет ли он выглядеть как набор связанных предложений, то есть он подвергнется какой-то редактуре, или это будет условное, так скажем, какое-то отображение текста, скажем, с элементами не синтаксиса, а паратаксиса, да, то есть когда мы видим, что действительно это устная речь, и в том, и в другом случае, в случае оригинала и в случае перевода. Или же наша задача несколько дальше идет, и мы, допустим, надеемся, что этот корпус может быть использован, например, для изучения пара- и экстралингвистических параметров синхронного перевода. Или же мы намереваемся изучать синхронный перевод в аспекте, так сказать, психологии, психолингвистики и психофизиологии, потому что известно, что, например, такие самые первые уже исследования собственно синхронного перевода были, по сути, психофизиологическими, я имею в виду работы Баррика, работы Гервера, то есть это все в большей степени такие аспекты синхронного перевода, как психология и психофизиология. И, скажем, здесь собственно лингвистические работы, наверное, или, по крайней мере, которые в большей степени посвящены лингвистике синхронного перевода, Это, конечно, заслуга наших с вами соотечественников. Это, прежде всего, Чернов, который в соавторстве с психологом известным Ириной Александровной Зимней, собственно, занимались как раз изучением активно лингвистических аспектов синтонного перевода. Так вот, если у нас целью является не только лингвистика, а еще и все, о чем я говорил, повторять не буду, то тогда нам недостаточно просто вот этой транскрипции или транскрибации и сохранения, так сказать, информации о ситуации синхронного перевода в виде текста. Нам необходимы какие-то дополнительные источники информации о нем, скажем, видеозапись. Вот корпус Эпик, о котором говорил Мария Валерьевна, он построен очень интересно. Конечно, он переведен тоже в текст. Этот текст там существует, я имею в виду текст в виде графем, ну, с условной там какой-то пунктуацией, да, но в то же время он содержит для оригинала видеозаписи, то есть там есть видеоряд, а для перевода аудиозапись, то есть переводчиков не записано. Дальше, если мы планируем исследовать, например, скажем, поведение переводчиков, их, так сказать, как выглядит их, собственно, деятельность, что они делают в кабине, то в этом случае, вероятно, нам придется вести еще и видеозапись непосредственно ситуации в кабине. Например, вот очень интересные, правда, я не могу сказать, что это оформлено в корпус, но очень интересные наблюдения я видел, по-моему, это, кстати, было на конференции даже «Магия ИНО», предыдущей, вот чистого такую, я думаю, что все ее знают. Елена, по-моему, да, из Красноярского университета, она показывала такие видеозаписи, которые делались в момент проведения спортивных мероприятий в Красноярске, вот там записывали видео именно, скажем, взаимодействия переводчиков в кабине, потому что, я думаю, что все присутствующие знают, что синхронисты работают в паре, да. Вот, то есть здесь очень, здесь очень многие, так скажем, моменты существенно отличают корпус, так сказать, синхронного перевода, скажем, от корпуса там литературного перевода или каких-то перевода письменно-функциональных текстов, да, потому что как он будет выглядеть и какие, так сказать, собственно, будут задействованы мультимедийные возможности, это зависит от целей, для которых мы этот корпус предназначаем. Конечно, в идеале такой корпус должен был бы содержать все, о чем я говорил, и видео одно, и видео второй, и аудио одно, и аудио второй, и вот этот вот самый текст, условно говоря, транскрибированный, транскрипт, даже транскрипты точнее. Но мне лично вот такие вот корпусы просто неизвестны, я думаю, что их, в принципе, нет пока в природе, может быть, это будущее, когда эти процессы будут очень сильно оптимизированы, интенсифицированы. Пока в силу целого ряда причин, среди которых в том числе есть и причины донтологического порядка и как раз вот получение прав, собственно говоря, на такой корпус, все это ограничивает создание вот таких вот максимально, да, по всем статьям мультимедийных корпусов, хотя, как вы уже, наверное, поняли, многие вещи, скажем, в том же корпусе EPIC реализованы. Итак, давайте мы все-таки ближе будем к нашей реальности. В нашей стране в основном все-таки исследования перевода любого, в том числе и устного, осуществляются, ну, традиционно больше в сторону именно лингвистики или, так скажем, лингвопрагматики хотя бы. Хотя, не секрет, что, скажем, группа этой самой, вот что все вылетает из головы, нет, этой самой, господи, боже мой, питерская, нет, вот какой кошмар. А Алексеева Ирина? Нет, 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 нет. Хорошо, вспомню, скажу, я это имя знаю наизусть, но просто что-то сейчас оно вылетело. Как раз вот она доктор биологических наук и доктор филологии Черниговской. Ну, Черниговской, конечно, да. Ну, я, естественно, его знаю наизусть, Татьяна Владимировна. Ну, я просто вот что-то вот у меня какой-то затык. Извините, коллеги, у меня сегодня совершенно сумасшедший день. Я уже выступил на двух конференциях, принял экзамен по синхронному переводу. И вот продолжаю. Так что бывают, извините, такие моменты. Так вот, значит, они, конечно, как раз занимают именно, и занимаются именно вопросами психофизиологии, да, прежде всего изучают, там, скажем, какие зоны мозга задействованы на том или ином этапе синхронного перевода. И, опять же, у переводчиков разного уровня, там, более опытных, менее опытных, начинающих и так далее. Но все-таки мы с вами чаще всего имеем дело с работами, которые так или иначе посвящены лингвистике перевода, или, еще раз говорю, лингвопрагматике перевода. Поэтому мы пойдем таким традиционным путем. Мы будем говорить о том, как же, какова же методология и методика, собственно говоря, создания вот таких вот корпусов. На, так сказать, образ результата такого корпуса в конце, что называется, нашей работы, должен появиться некий текст. Значит, из каких этапов будет состоять как раз работа по созданию корпуса? Неважно, планируете ли вы в дальнейшем этот корпус сделать, что называется, негерметичным, то есть открытым, который будет постоянно пополняться новыми данными, и в конечном итоге это приведет нас действительно к тому, что мы называем big data. Хотя, кстати, к разговору о big data для корпусов синхронного перевода, это понятие, в общем, весьма условно, и, скажем, если для письменного перевода обычно оперируют такими понятиями, как там миллионы, да, словоупотреблений, то хороший даже уже считается корпус синхронного перевода, например, это где-то порядка там, ну, 100 тысяч, 150 тысяч словопотреблений и выше. Это уже практически big data в том смысле, в котором мы говорим о синхронном переводе, потому что очень сложно работать, так скажем, с корпусами большего количества. Но, опять же, если он, если он, этот корпус, будет открытого типа, то есть он предполагает, что будет пополняться, то тогда, конечно, ничто не мешает его постоянно расширять и увеличивать как раз количество вот этих вот entries, да, то есть словоупотреблений, как мы говорим по-русски. То есть неважно, планируется ли это корпус, так скажем, ориентированный на создание, на накопление вот этих вот big data, да, то есть этих вот массивных данных, или же это корпус, который каждый исследователь там в диссертационном исследовании или в каком-то там просто научном исследовании для себя составляет, принцип его приблизительно будет одинаковым. Значит, мы начинаем, естественно, с работы с аудио-видеозаписями. Ну, в нашем случае у нас всегда были видеозаписи, мы получали доступ к ним. Они могут быть либо аудио-видеозаписями открытого доступа, то есть размещенными, например, в сети интернет, либо же вы получаете разрешение, допустим, если сами работаете переводчиками, или если у вас знакомые переводчики, на, скажем, использование таких данных в своей работе. Конечно, есть, безусловно, какие-то закрытые мероприятия, которые вы не сможете в этом плане обратиться к их материалам. Но вот уже сегодня как раз вот, это я обращаюсь к Марине Коровкиной, да, у вас был там совместный доклад с вашей коллегой, которая представляла его. Я так понимаю, что речь шла о работе с веб-архивом ООН, да? Да, да. Как минимум это существует, это все находится в открытом доступе, и там тоже поле непаханное, что называется, использовать эти материалы. Есть, например, очень интересная для как раз работы потенциальной, вот мы сейчас начали, так сказать, его делать, но сколько это еще времени займет, потому что на нас тоже не лаборатория, на нас работает, да, это мы, собственно, с Марией Валерьевной и еще там какие-то люди, которые нам помогают, то есть ты, я и песня, что называется. Вот, это материалы мероприятия очень крупного, о котором вы, конечно, знаете, саммит России-Африка, который проходил как раз перед самым пандемией в октябре 2019 года в Сочи, и там очень много именно в сочетании с русским языком. Кстати, с русским языком, в принципе, тоже идет работа над такими корпусами. Есть корпус, который делает такая Дарья Дейтер, она, правда, пока его не опубликовала, он у нее как бы закрытый, да, у нее там порядка 250 тысяч сейчас слова употребления, в комбинации русский-английский, но это корпус синхронного перевода. И есть такая Марина Тонкопеева, может быть, кто-то знает, ну, сейчас она в Уолфхэмптоне работает, вообще она из Питера, из Петербурга, и вот она как раз тоже работает над созданием корпуса на основе как раз веб-архива ООН. Итак, в любом случае, чаще всего сейчас все-таки это видеозапись, а не аудиозапись, да, какого-то мероприятия, вы их ищете в открытом доступе, или если вы сами переводчик, иногда вот мы имеем возможность себя записывать и получаем, опять же, согласие организаторов мероприятия на использование в научных целях некоммерческих этого контента. Что мы должны дальше сделать? Я сейчас быстренько пройдусь, потому что это на слайде по этапам, а потом покажу, собственно, при помощи каких инструментов мы можем это с вами реализовывать, эти этапы. Значит, затем, если у нас видеозапись, нам нужно экстрагировать аудиосигнал, да, потому что, опять же, повторюсь, если мы не создаем корпус, который изучает, скажем, вот такие, например, аспекты деятельности переводчика, как проксемика, надеюсь, слово проксемика всем понятно, да, то есть какое вот движение, что называется, в пространстве, что происходит, как у... Вы знаете, в свое время я наблюдал за переводчиками, правда, они в основном в последовательном режиме работали, которые вот этих вот так называемых мотиваторов, лекторов, знаете, переводят, когда они начинают зеркалить фактически их движение, там, скакать вместе с ними по сцене, там, в присядку. Это тоже, наверное, интересный был бы, так скажем, материал для исследования, но мы это не берем с вами. Тем не менее, если нас такие вот вопросы интересуют, как взаимодействуют переводчики в кабине, насколько это, так сказать, они повторяют жестикуляционно, мимически действия, допустим, оратора, которого переводят, для этого, конечно, придется какой-то видеосигнал сохранить и его определенным образом анализировать. Кстати, это, в принципе, тоже вполне интересный вариант, так скажем, развития исследований. К сожалению, их пока не очень много, не только. В России я вообще, там, буквально по пальцам даже одной руки можно посчитать, они есть, но их и в мире немного. Но, может быть, кто-то из вас слышал о такой вещи, как мультимодальная или полимодальная, наверное, по-русски так лучше, транскрипция, да, где, допустим, для какого-то каждого фактически статичного кадра или какого-то вот этого того, что называется sequence по-английски, да, а по-русски, в общем, очень забавно это называется, аудиовизуальная фраза. Так вот, для него есть подробное описание всего того, что происходит в этом самом кадре на экране, и это очень трудоемкий, конечно, процесс, но тоже, в общем, не безинтересное направление. Так, если мы этого всего не делаем, нам нужно экстрагировать оттуда аудиосигнал, который, собственно, и послужит основой транскрипции. Причем у нас их будет как минимум два, если мы с двумя языками работаем, это чаще всего так бывает, собственно, все примеры я вам сегодня покажу на таких материалах, но хочу сказать, что я вот, например, работаю с тремя языками, да, у меня еще я использую русский, английский и французский, то есть не для всех, конечно, мероприятий, но для многих анализируемых мною ситуацией перевода я создаю не два параллельных текста, а три параллельных текста, да, и, соответственно, мне приходится извлекать, допустим, вот эти вот три дорожки делать, с ними работать и их, собственно говоря, затем транскрибировать. Затем дальше здесь вот такое, может быть, не всем сразу понятное выражение в этом букте, полуавтоматическое транскрибирование параллельных текстов. Я чуть позже поясню, что это такое, сейчас только объясню вот это слово полуавтоматическое. В действительности оно, конечно, изначально автоматическое, потому что используется, собственно говоря, достижение так называемого automatic speech recognition, автоматического, системы автоматического распознавания речи. Они уже сейчас, в общем, эти достижения есть, и вот я вижу, что здесь присутствуют некоторые, так скажем, наши коллеги, которые у нас были на курсе повышения квалификации как раз по вопросам устно-переводческой практики и обучения устному переводу. Так вот, мы там об этом говорили. Сейчас, так скажем, качество распознавания последние годы очень повысилось даже в бытовых, так называемых, системах автоматического распознавания речи, что уж говорить там о профессиональных и платных. Но в любом случае эти системы, конечно, работают не на 100%, и всегда, так сказать, остается место для работы человека. Поэтому мы условно и называем. Фактически это речь идет, как перевод бывает, да, автоматический или машинный, потом постредактирование, так же и здесь. Это автоматическое распознавание речи, и затем это вот это постредактирование, собственно говоря, самим исследователем, самим человеком, да. Почему все-таки автоматическое распознавание речи? Потому что представьте себе, что такое синхронный перевод. И вот, допустим, если мы даже от третьего языка откажемся, вот у нас есть оригинал, у нас есть перевод на один из языков, и, допустим, это длится, ну, даже там 15 минут, что немного. Я так сейчас, конечно, эту цифру взял с потолка. Ну, допустим, это среднее время, которое отводится, скажем, оратору для выступления в рамках общих премий при открытии Генассамблеи ООН, да, там в районе 15 минут они поступают. Вот представьте, как это все выглядит в виде текста, да, какой объем текста нужно затранскрибировать. Если все это делать вручную, это, конечно, теоретически тоже возможно, и даже есть такие люди, транскрибаторы их называют, да, которые берут за это деньги, и, в общем, в качестве такого транскрибатора и вы можете выступить, но вы поймете, насколько это трудоемко и насколько практически невозможно будет создать потом корпус. То есть этот корпус можно создавать уже даже не годами, а десятилетиями. Поэтому машину нужно по возможности использовать. Значит, затем мы сводим вот эти все аудио- и видеосигналы и орфографические транскрипции. Это нам нужно в том случае, простите, если мы как раз все-таки оставляем изначальный вот этот вот видеоряд, и, может быть, аудиоряд, если нам нужна просодия, и есть, я покажу сейчас, в общем, может быть, кто-то знает уже такое программное обеспечение, как ELAN, да, там как раз есть возможность чего-то подобного мультимодальной транскрипции создать. Понятное дело, разметка и аннотирование, дальше это зависит от задач корпуса. Конечно, полноценный корпус, которым вы предлагаете для, так сказать, широкого пользования, он должен обязательно и аннотироваться, хотя бы на уровне частеречного, да, вот этого анализа. Но в своем исследовании вы можете ограничиться теми параметра, которые релевантны для него, в зависимости от того, что же вы хотите, собственно говоря, посмотреть. И затем уже, так скажем, аналитическая работа, да, которая может быть ограничиваться изучением текста транскрипта или же выходить в какие-то уже более широкие, так скажем, поля, направления. Опять же, проводите ли вы наблюдения там за паравербальными, за невермальными компонентами коммуникации, то есть пользуетесь ли вы видом рядом. О, я нажимаю, а это должна делать Мария Валерина. Ну вот, так скажем, более или менее все тоже, о чем я говорил поэтапно в виде таких вот блоков, да, поэтому я думаю, что можно идти дальше. Итак, транскрибирование. Мы, Мария Валерина, сейчас будем немножко выходить, я покажу коллегам, как это выглядит. Значит, существуют уже на сегодняшний день общедоступные, ну хотя бы в демо-версиях, ресурсы как сетевые, так и программные для автоматического транскрибирования. Давайте мы выйдем, и я его, наверное, сейчас покажу, как это все, чтобы живьем люди видели, как это работает, да. Так, одну секундочку, я сейчас зайду, собственно говоря, в этот самый. Так, и продемонстрирую свой экран. Ух ты, а что это у меня вдруг такое? Не дает доступ. У нас не мог интернет? Нет, не мог. Ага, все, дает. Отлично. Так. Ну вот, как выглядит, собственно, страница того, о чем я вам говорил сейчас. Да, в данном случае это демо-версия сетевого, так скажем, устройства, да, то есть web-based, как говорят, да, устройство распознавания речи, которое может транскрибировать аудиосигнал, как, собственно говоря, что мы, наверное, сейчас и попробуем сделать, да, с вот этого, ну, диктовки, как мы говорим, да, так и с готового аудио. Мария Валерьевна, пока я это сам, какой-нибудь текст не на английском или на французском, не важно, найдите, чтобы я почитал. Коллег, это на английском у нас? А, да, 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 это вот как раз с нашего экзамена. Сейчас спросим с коллег, с какого они предпочитают языка, потому что у нас тут и французский, это, кстати, все французский, где-то есть английский еще. Так, значит, так вот, собственно говоря, здесь вот, как вы видите, выбор языка, который нам нужен, причем обратите внимание, что достаточно, что здесь нет русского, сразу говорю. Он есть, естественно, у IBM Watson в платной версии, то есть профессиональной версии, которую он распространяет, в демо-версии его нет, но здесь очень много, так сказать, не просто языков, но языковых вариантов. Например, вот смотрите, там, допустим, Spanish у нас есть и какой перуанский, и там бразильский, португальский, мексиканский, да, скажем, английский, понятное дело, и американский, да, что ж такое, ты все сворачиваешься, и, естественно, британский, British English, там, и, как вы видите, есть австралийский, да, и так далее, и тому подобное. То есть мы здесь даже можем работать с разными орфоэпическими нормами, с разными фонетическими вариантами, да, в зависимости от того, какой у нас исходный материал, и, так скажем, кто этот оратор, да, потому что на английском, например, языке кто только не говорит, да, или вот здесь есть, например, французский стандартный, и есть французский канадский, потому что кто когда-нибудь слышал, например, вот тех, кого называют квебекцами, да, то есть франкоканадцев, знают, что у них иногда совершенно непохожий, мягко скажем, на французов акцент. Хотите демонстрацию или потом сами будете смотреть? Это вопрос ко всем, все молчат. Нет, ну давайте, раз пообещали. Ну давайте, с какого хотите, с английского, с французского? Без разницы. Да мне тоже без разницы. Ну давайте, что близко лежит, французский, давайте попробуем. Так, выберем, ну я надеюсь, что у меня не канадское произношение. Так, значит, где у нас тут French? Вот он French, ну давайте узкополосную модель возьмем. Так, вот здесь, кстати, ключевые слова, потому что у вас могут быть именно собственные, и не такие, как там Трамп или Байден, например, или там Макрон, да, которые система, разумеется, опознает, а такие какие-то более экзотические. И вот вы их сможете здесь, как видите, вот они называются Keywords to Spot, вы можете сюда их забить. Так, мы этот Multiple Speakers уберем. Я единственное, коллеги, в чем не уверен, у меня стоит ли сейчас микшер, потому что я рассчитывал на работу для вас, но, возможно, все получится. Давайте попробуем. Если нет, мы, в конце концов, это сделаем с записи, которая у меня есть готовая. Давайте попробуем с такой записи, живой. Так, у меня вот тут выступление господина Делатр, да, на заседании Совбеза ООН по Украине. Вот это то, что сегодня мои студенты переводили, выпускники. Я попробую его почитать. Так, тут куча каких-то имен дурацких, ну ладно. Je remercie le sous-secretaire général aux affaires politiques. А, он мне просит разрешить микрофон, а почему он у меня спрашивает, непонятно. Так, еще раз тогда. Очень странно. Вот, что-то панье какой-то пошел. Так, еще раз. Французский у нас был, да, если я не ошибаюсь? Так, French. French, French, French. Где у нас был French, French? Вот он. И поехали. Достаточно, я думаю, да. Вот видите, какая красота. Значит, ну, таких на самом деле много систем диктовки, что называется. Здесь прелесть в том, я просто сейчас не буду лезть и это вам показывать, но прелесть в том, что вы можете также и с аудиофайла готового уже, да, что нам, как правило, и нужно, чтобы не заниматься респикингом и не переговаривать этот текст. Вот это то, что есть здесь. Ну, думаю, с английского не буду показывать, все верят, что это работает, да. Так, теперь у нас, значит, вопрос в том, что нам делать с русским языком, которого тут нету. Сейчас я остановлю демонстрацию. Мы, может быть, кто-то знает, но, опять же, я даже догадываюсь, кто знает. Тот, кто здесь, что называется, из наших слушателей. Слушателей, кто не знает, или, может быть, кто знает, использовал для других целей, мы возьмем вот такой вот, как называют его, голосовой блокнот. Так, я тут зарегистрирован, поэтому сразу попадаем в демонстрацию, да. Нет, я делаю, делаю. Вот, значит, это вот называется спичпэд, да, и здесь та же история может быть по-русски. А по-русски есть у нас текст, чтобы я тоже запись не запускал? Ну, поверьте, что все то же самое происходит с записью, да. Просто я экономлю время и сам буду голосом своим говорить, а не, так сказать, обращаться к готовому файлу. Ну, вот здесь есть, кстати, параметры работы, знаете, в инструкции работы системы. Здесь, вот видите, есть такой, например, опция, она называется транскрибация. Когда вы нажимаете, у вас появится, соответственно, вариант файла. Вы можете использовать, допустим, что-то, что уже... Ой, это по-русски типа? А, ну хорошо, что-то уже начеркано всего. Ну, ладно, справлюсь, надеюсь. Так, я понял, да, что студент. Значит, что это? Это видео, которое, может быть, висит на YouTube. Это файл. Опять же, какой файл? Он иногда сам без вот этой предварительной экстракции это с видео делает. Иногда нужно с аудио это делать. Я, кстати, чуть позже, наверное, не совсем логично. Надо было раньше об этом сказать. Но скажу об экстракторах, программах экстракции аудио из видео. Вот, значит, поэтому все это есть, как вы видите. Я сейчас выйду из транскрибации, потому что буду со своего голоса, и мы проверим, как он будет работать с меня, с моего голоса. Вот мне тоже Мария Валерьевна дала какое-то выступление номер 4, называется. Ну, давайте попробуем, что получится. Дамы и господа, есть что-то? Нет? Что-то не вижу пока. Микрофон-то у меня работает, нет? Почему-то не получается. А почему он не работает? Ваш браузер не поддерживается. Это как-то... А, я не с хрома зашел, коллеги. Секунду, все, я понял. Мне нужно зайти в Google Chrome. Да, у меня есть Google Chrome, что самое интересное. Так, зачем мне это? Сейчас, извините, это я зашел с Mozilla. Все то же самое сейчас быстренько проделаю с Google Chrome. Так. Да, вот видите, кстати, сразу комментарий. Многие вот эти ресурсы, они чувствительны, так сказать, к браузеру, который вы используете. И в данном случае для SpeechPad'а нужен, для того, чтобы он корректно работал, нужно использовать этот самый Google Chrome. Ну, думаю, что это не какой-то экзотический браузер, да, он весьма распространенный, поэтому тут никаких проблем быть не должно. Так, надеюсь, сейчас включаем запись. Дамы и господа, хотел бы поздравить всех присутствующих со 100-летним юбилеем Международной организации труда. Эта организация пользуется широкой известностью и занимает видное место в системе ООН. Международная организация труда последовательно продвигает важнейшие принципы достойного труда и трипартизма, способствует формированию ориентированной на человека политики и стратегии развития социально-трудовых отношений. Ну, по-моему, совсем неплохо, да, с уровнем распознавания. Вот, конечно, это я говорю в хороший микрофон, так сказать, но поверьте, что, в общем, и... Вот, видите, все это продолжается, вся эта красота идет. Вот. И, в общем, с качественной записи у вас будет примерно такой же вариант. Дальше, конечно, нужно эту запись как-то сделать такой качественной. Да, теперь к разговору о том, а, собственно говоря, это у нас было готовое аудио, как получить аудио из видео. Значит, есть такая программа, называется она, давайте, чтобы не тратить время на все эти манипуляции, я просто напишу в чате, как она называется, и вы потом посмотрите и, так сказать, самостоятельно ее изучите. Можно с английского и с французского, кто-то шутит, это я вошел в чат. Значит, она называется PADRAM. Вот, это ее название находится, она бесплатная абсолютно, скачивается. Это очень быстрый экстрактор, там, мгновенно подгружаешь видеофайл, и в течение, там, каких-то считанных секунд она даже в видеофайлы большого объема извлекает из них аудио, как раз которое можно использовать как стимул для, собственно говоря, вот этой вот автоматическую транскрибирование. Так, с этим все понятно? Нет здесь вопросов? Могу я идти дальше? Хорошо. Так, идем дальше. Значит, вот мы с вами получили этот текст, да, некий, скопировали его, и дальше нам его нужно, сделали такой текст для, соответственно, оригинала, сделали такой текст для перевода, да, что нам дальше с ним делать? Нам дальше, да, естественно, его обработали, то бишь, исправили все то, что здесь уже без человека не обойдешься, чем выше. Кстати, если вы обратили внимание, вот на спичпэде, там даже есть такой бегуночек, который показывает качество распознавания, да? Да, спасибо. Спасибо вам за внимание и, пожалуйста, за название. Так вот, значит, там есть такой бегуночек, который показывает, собственно, каково, ну, естественно, условно рассчитанное качество распознавания, потому что, допустим, иногда, когда работаешь с синхронным переводом, попадает в канал в качестве такого далекого бэкграунда где-то, но исходный звук, и он, конечно, немножко путает карты, он может быть, не всегда мы имеем записи в идеале, конечно, кстати, на YouTube часто такие записи вывешивают, где есть два аудиоканала. Я не буду сейчас на этом останавливаться, на это уйдет очень много времени, потому что, да, про то, как работать с видео, но есть практически любой видеоредактор, да, если вы откроете файл, например, скачанный с YouTube, если этот файл сделан по всем канонам, так сказать, файла с этим самым, с синхронным переводом, то обычно там есть правый и левый канал, да, и на правом, например, канале есть исходный текст, на левом канале есть текст переводной. Ваша задача просто выключить тогда, допустим, левый канал и работать только с правым. И наоборот, если вам нужен оригинал, соответственно, обратная процедура. Вот, но очень часто сейчас вывешивают файлы, которые уже как бы переделаны, то есть там есть всего один канал и звук один на другой наложен, да. В этом случае, конечно, в устройствах распознавания будет больше для них помех и качество, соответственно, чуть поубавится. К чему это приводит? К тому, что просто вот та часть, которую должен делать человек, да, вот, она будет больше. Искусственному интеллекту будет труднее, и мы, получается, должны, так сказать, сами принимать более активное участие и больше правок вносить в вот этот наш транскрипт полученный. Так, кстати, к разговору уже методически тоже такой аспект. Что делать в транскрипте? Я имею в виду, членит ли его на предложение, делать ли, расставлять там знаки припинания, использовать ли там заглавные буквы, да. Вот, например, я не знаю, есть ли здесь коллеги, которые когда-то работали вообще с устно-порождаемой речью. Я знаю, что фонетисты с ней там работают много. В наше время это модно стало. И у них есть такое правило. Они, например, заглавную букву используют только для первого слова, в начале транскрипта, да, и потом для имен собственных. Все остальное у них идет сплошняком, так сказать, без там каких-то указаний. Они могут расставить там какие-то знаки, например, пауз, да, если это пауза значительная. Но больше никаких они туда не вносят. Нет никаких знаков припинания, нет ничего. Вот пока один человек говорит, это все сплошной текст. Мне кажется, так можно тоже, конечно, и здесь сделать, но это не очень удобно. И потом все-таки, когда обычно проводятся вот именно переводовические исследования, если хотите, лингво-переводовические исследования, то мы все-таки интересуемся, наверное, содержанием всего этого, а не только поверхностной структурой. И поэтому хоть какое-то там такое самое общее членение нам нужно, ну, условно, давайте назовем это фразой или там фунабзацем, как хотите, нам такое членение нужно. Поэтому все-таки мы в своей работе делаем некое членение. Иногда оно очень просто. Вот сегодня я вам покажу как раз пример для выравнивания, как я работал с инаугурационной речью Байдена и вариантами ее перевода на русский язык. Вот там, поскольку, ну, это особая, конечно, речь, она, понятное дело, торжественная такая, весьма хорошо ритмизованная, я думаю, до того, как было озвучено самим Байденом, а, скорее всего, ему так, что называется, написали и сказали, где он должен делать эти паузы многозначительные. Вот там это все, конечно, попроще. Там стандартный принцип исследований, что называется, интонационный контур. Сначала первая часть – это подъем, и потом это плавный спуск. Вот поэтому это иногда называют и синтагмой, и там, и как угодно. Я не люблю очень это слово синтагма, потому что никто не знает, что это такое. Щербов в свое время написал, и все так и бьются по сей день вообще, что такое синтагма и какие у него формальные показатели. Ну, давайте назовем ее некое такое интонационное и смысловое единство. Конечно, когда это поток речи, а иногда в синхронном переводе вообще очень длительные выступления переводятся, да, и в высоком темпе происходящие, то там с этим очень сложно. Но все-таки какое-то смысловое членение может быть осуществлено, мне кажется, и поэтому я все-таки рекомендую такие типы фразы, да, или типы предложения от английского kind, да, такие вот для себя какую-то такую сегментацию все-таки проводить. Это будет потом удобнее для анализа. Что касается пунктуации, на усмотрение исследователя, можно ее давать, но вот мы всегда пишем, даже когда примеры в статьях приводим, мы пишем орфографию пунктуации условной, да, потому что есть там, допустим, что мы не знаем, как нужно орфографически представлять, у нас нет, допустим, образца какого-то имени собственного, мы пишем его, так скажем, что называется на слух. Пунктуация тоже, это пунктуация такая, которая нам может помогать, чтобы просто не путать какие-то, ну, чтобы воспринимался текст как более или менее синтаксически организованный. Вот, но опять же, это вот решение, мне кажется, полностью на усмотрение исследователя. Так, значит, вот мы с вами эту работу провели, получили, так сказать, давайте, скажем, два транскрипт, ну, или три, там, сколько у вас там языков в вашем исследовании, и после этого нам нужно, конечно, провести такую вещь, как выравнивание, да, для того, чтобы не слишком много времени у вас отнимать на вот эти все технические моменты. Я сейчас покажу, я буквально в промежутке между выступлением секции своим и вот выходом в эфир, что называется, к вам, я сделал такую, так сказать, процедуру по выравниванию. Я сейчас попробую, и она у меня заготовлена для как раз вот Байдена и одного из вариантов перевода, потому что я исследую сейчас, ну, смотри, Валерьевна, собственно, мне помогает, разные варианты перевода одной и той же речи синхронного, я имею в виду инграционную речь Байдена, и на одном, на примере одной из таких речей покажу, как это выглядит, что называется, в сыром режиме, в смысле от слова raw, да, то есть такой как бы еще не обработанный, и что мы потом с этим будем делать. Я попробую сейчас это сделать на ваших глазах, но если вдруг какой-то сбой будет, потому что всякая демонстрация экрана в зуме, она приводит к некому такому снижению функциональности некоторых программ, да, то есть они начинают работать, что называется, криво, вот, я попробую вам все это продемонстрировать, с чего мы начинаем, но если вдруг это не получится, да, то покажу готовый, вернее, не готовый, промежуточный результат. Мария Валиновна, можно сейчас показать картинку, где у нас вот это ПО бесплатное? Потому что все, что я вам показываю, все бесплатное, если говорить спичпэд, это мы все увидели. Нет, пока ELN оставим, да, дальше идем, нет, дальше, еще дальше. Вот, значит, это, что такое выравнивание, alignment по-английски, все знают? Нет, надо ли это объяснять? Напишите в чате, если не хотите микрофон получать. Не надо или надо, не понял, это что значит? Надо, надо, не все же у вас присутствовали. Отлично, вот раз Марина говорит, как же я могу не делать этого? Так, значит, смотрите, alignment, alignment по-французски, да, от слова, вот на этих языках все очень понятно, то есть приведение дословно к одним линиям, да, к одним строчкам. Это, конечно, не совсем делается на уровне линий, хотя, опять же, зависит от вашей задачи, вы можете из строка в строку, но для, опять же, вот все-таки мы работаем со синхронным переводом, со смыслом, да, как этот смысл передан, какие элементы поверхностной структуры служат, потому что иногда они не очень похожи, да, в двух языках, как они служат, передача одной и той же информации. Значит, поэтому мы, конечно, идем не по линиям, не по строчкам, мы идем по каким-то более таким укрупненным единицам, но принцип здесь один и тот же. То есть, грубо говоря, в каждую временную единицу текста, но только лишь, что не забываем, что в синхронном переводе всегда это будет чуть-чуть отложено, потому что есть вот это, что называется lag, или как его модно называть по-английски надо, decalage, это я шучу одновременно, потому что вы знаете, что очень любят они, я имею в виду британцев, особенно ученых, использовать всякие французские слова вот в таком вот смешном звучании. Так вот, этот decalage, он же, значит, кстати, его еще по-модному теперь нужно называть такой аббревиатурой E-V-S, Ear Voice Pen, да, то есть как бы вот, между тем, как это попало в ухо и как это же соскочило, значит, языка, то есть превратилось в голос, да. Так вот, есть всегда такой задел, поэтому, опять же, зависит от того, что вы изучаете. Если у вас в том числе изучается, скажем, отставание, да, и как оно варьирует, потому что есть такие исследования, где смотрят, в какой момент переводчик вступает. Тогда, конечно, это выравнивание нужно проводить с тайм-кодом. Что такое тайм-код, надеюсь, понятно, да, это вот используется там кино, видео всегда там показывают, в какой момент что вступает. И вот я, например, показывал, по-моему, кстати, чуть ли не на одной из конференций в МГИМО, синхронный перевод с этого самого, с RT, да, когда Путин открывает Крымский мост, это уже в каком, 18-м, да, был в году или в 17-м, но давно, в общем. Вот. И там насколько отставание жуткое было у переводчика французской, этой самой, французского канала, когда он, ну как, он не потому, что, в смысле, что он так долго въезжал в это дело, а он, я так понимаю, не понимал, надо ему переводить или нет вообще. Потому что там такая сцена, когда Владимир Владимирович садится, если кто видел этот, этот репортаж, он садится там, значит, в кабину какого-то грузовика и едет вместе со строителями, да, и у них начинается некий диалог. И в какой-то момент этот диалог очень хорошо слышно, потому что сначала его вообще не слышно, он какой-то такой, понятно, что они говорят, но о чем нет, а потом там, видимо, значит, звукоператор как-то чего-то подкрутил, и все прекрасно слышно. И переводчик молчит где-то там, ну, чуть ли не минуту, видимо, потом его кто-то толкает и в бок и говорит, все, пора, переводи, и тут он включается. Вот для таких, например, вещей, чтобы показать, что иногда, так сказать, перевод сильно запаздывает, да, или там, по какой-то причине не все время осуществляется, для них, возможно, нужен тайм-код. Нам, значит, если мы анализируем, у нас больше лингвопрагматический анализ, то мы, конечно, тайм-код не делаем, и мы тогда выравнивание автоматически, и об этом говорим, мы убираем, так сказать, вот этот временной задел, да, мы сразу идем, собственно говоря, в содержательную сторону. Понятно, о чем я говорю, да, нас как бы не интересует здесь в таком исследовании как раз вопрос отставания. Значит, я сейчас буду демонстрировать, это я показываю две абсолютно бесплатных программы, их можно все скачать, она называется LFLiner, да, это такой венгер, переводчик, кстати, сам, правда, письменный разработал, там множество языков, в том числе у вас, может быть, и русский, да, то есть он, он понимает кириллицу, он понимает, что такое русский язык, у него это заложено. Вторая программа, это AntConk, может быть, видели тоже такую, да, тоже абсолютно бесплатные, вот эти муравьи, и на самом деле, у него много, у этого вот Лоренса, у него очень много программ, у него есть свой сайт, все эти программы тоже бесплатные, у них такой очень простой функционал, и на YouTube, если кому интересно, посмотрите, если жизненно необходимо, могу дать ссылку, если нет, я думаю, найдете, забьете AntConk, и даже у них там, ну, типа, знаете, такого мэньюала, то есть, ну, что-то среднее между видеоуроками, да, и каким-то таким обзором, как вообще работать с этими программами, все очень и очень там несложно, поверьте, если, в общем, даже люди без всякого технического образования могут к этому прийти, значит, и ни для кого это не закрыто. Так, все, сейчас выйдем, я покажу примерно, как это может выглядеть, так, значит, я иду, я иду, я иду, 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 я иду в LF Aligner, сейчас я при помощи его буду вам показывать, как это сделать, так, готовый я не трогаю, я зайду, как бы, в новый, а уже если не получится, то тогда пойду в готовый, так, можно мне вот это открыть, что-то он не хочет, давайте тогда сделаем так, я вам сейчас покажу наоборот результат, потому что я очень боюсь, что он меня соскочит, а потом покажу, как я к этому прихожу, идет так, поймете, что порядок действий будет обратный, на самом деле, просто не дай бог, у меня закроется это окно, и я потом его не открою, так, демонстрация экрана, идем вот сюда, так, вот так выглядит мой автоматический alignment, да, мое автоматическое выравнивание, всем хорошо видно, да, так, здесь у меня, как вы видите, три колонки, это он выбирает автоматически, как только я ему говорю, что у меня будет два языка, вот у меня есть где-то три языка, он тогда мне сделает четыре колонки, можно, все это в ваших руках, можете последнюю колонку потом стереть, видите, она просто мне пишет везде название файла, это знаете, когда нужно, это когда у вас очень-очень много файлов, чтобы не путаться, из какого файла вы взяли вот этот вот материал для вашего выравнивания, да, у вас он каждую строчку оставляет в виде этого, это все выделяется и убирается, да, как вы видите, здесь есть всякие параметры, я сейчас не буду нажимать, чтобы вы не это самое, не потеряли того, что есть, Merge, Split, Shift Up, и вот это мы сейчас попробуем посмотреть, будет он это делать или нет, вообще должен, вот, значит, вот у меня результат, это автомат сделал полностью, я никак сюда не вмешивался, вот, например, смотрите, This is America, у всех есть английский, надеюсь, да, в том или ином уровне, вот, значит, смотрите, вот здесь у него получается он объединил, это он сам разбил на такие блоки, видимо, как-то интонационно, не было пауз, скорее всего, у Байдена внутри этих кусков, да, поэтому он мне вот это начало все вложил в одну колонку, да, и посмотрите, значит, здесь есть вся эта история, мои сограждане американцы, но вот дальше идет, This is America's Day, да, у меня осталось здесь, а в русском тексте, этот день Америки, он сюда вот отправил, да, видно всем, что он выровнял здесь, не совсем корректно, This is democracy's day, вот оно, это день демократии, правильно, или неправильно, да, значит, что мы должны сделать, он выровнял вот так, потому что, во-первых, еще раз говорю, скорее всего, здесь у Байдена не было вот этого самого, он не понял, что Америка относится сюда, потом, есть еще одна причина, вот здесь говорит спикер со своей паузацией, со своим ритмом, переводчик, как вы знаете, говорит, как правило, гораздо быстрее, чем спикер, потому что ему нужно многое всего спеть, скорее всего, и у переводчика здесь была какая-то другая, видимо, опять же, отсутствовала пауза, или наоборот, он здесь слушал, что говорит, потому что, ну, не то чтобы не очень опытные, это и опытные переводчики делают, но все-таки, вы знаете, что чем сложнее, так скажем, чем новее для нас, так сказать, текст, тем чаще мы вот это вот, нарушаем правила синхронного перевода, когда мы должны говорить, что называется, вот это флюенси должно быть обязательно, да, не прерываться, никаких пауз не делать, то есть только если эту паузу сделал оратор, в противном случае должны мы звучать все время, но, если нам что-то сложно понять, если мы какую-то мысль не можем пока осознать, или мы там не очень разборчиво, не очень разборчиво говорит оратор, тогда мы зависаем, скорее всего причина такая, значит, что я буду делать, мне нужно, соответственно, вот эту вот штуку отсюда будет вырезать, и поставить ее наверх, ну, давайте я попробую сейчас, что у меня будет на shift up, ага, ничего, просто переход, так, ничего страшного, я могу это выделить, ой, ой, не туда пошел, о, получилось, видите, значит, куда у меня стал, теперь у меня democracy's day и день демократии, так, кстати, точки, точки, это точки из моего файла, если вы точки не ставите, он вам все равно выровняет, как надо, он не на точки реагирует, понятно, то есть он, грубо говоря, это машина, это типа искусственный интеллект, он увидел здесь democracy's, и он будет искать здесь демократию, то, что он сразу этого не сделал, получилось, я уже сказал, почему, ясно, да, как видите, куски совершенно неровные, с чем это связано, опять же, с ритмом оратора, да, вот он что-то, тря-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, всех перечислял, к кому он обращается, потом он сделал паузу, и сказал, this is democracy's day, и машина мне этот день демократии тоже сюда включила, ну, и так далее, то есть, как вы видите, здесь все возможности, которые есть, вся, сейчас у меня тут, вы в уголочке, я просто покажу, как это выглядит, вот вся, собственно, речь Трампа, вот так вот выровнял, да, это все, что сказал Трамп, извините, не Трампа, я устарел, Байдена, да, конечно, Байдена, вот, у меня получается, сколько у него здесь кластеров, он сделал нам 108, да, но это, опять же, вы можете что-то потом объединить, вам неинтересно, так сказать, кстати, очень интересно, вот какие-то моменты могут быть вообще не переведены, да, вот, или, по крайней мере, наша машина не нашла, и дальше вот это вот, самые интересные места, это там, где у вас дырки, и вы начинаете смотреть, он куда-то в другое место перетянул этот текст, или переводчик этого и не передал, да, то есть нет ничего похожего, потом, поскольку все-таки это же не, так, сейчас выйду, а потом попробую показать, как это делается все, поскольку это же все-таки перевод синхронный, не забываем, как и вообще устный перевод, никто не сказал, что там должно быть все так же, да, я имею в виду на уровне поверхностной структуры, как в оригинале, это, кстати, часто забывают такую вещь, да, поэтому, вот, менее опытные коллеги увидят такое вот несоответствие, как им кажется, ага, вот тут есть такое слово, а чего-то его словарного соответствия в переводе нет, и начинают, вот, я слышал, в том числе и сегодня, да простят меня коллеги, переводчик не передал, переводчик недостаточно, переводчик там не всю полноту, и хочется сидеть и сказать, женщина дорогая, а ты попробуй вообще там, сядь сама, я на тебя посмотрю, что ты там передашь, да, но тут дело не в том, что мы не можем физически, почему-либо это в синхронном переводе передать, а потому что коллеги-синхронисты, которые здесь присутствуют, вот Марина меня поддержит, это не нужно, да, более того, по синхронному переводу, кроме случаев, когда это в каком-то таком дипломатическом контексте, но там все-таки редко работают синхронно, там чаще последний период осуществляется, к нему даже предъявляются такие требования, требования именно, как компрессия, да, как переосмысление, иначе этот текст просто не будет звучать на переводящем языке должным образом, поэтому вот это как раз самый интересный момент и есть, посмотреть на таком вот выравнивании, как у нас передаются мысли, блоки, вот, например, мы студентам, да, показываем, что такое компрессия в синхронном переводе, вот у нас на одной, например, в одной графе у нас оригинал, где, давайте я сейчас условно скажу, там, допустим, 80 слов вот в этом кластере, да, в этой графе, а в переводе у нас там, допустим, 45 слов, да, вот, и если особенно этот перевод удачный, хороший, мы как раз анализируем и со студентами, и там в рамках исследования, а вот скажите, вот вы посмотрите, пожалуйста, направо, вернее, сначала, наверное, все-таки налево, а потом направо, и скажите мне, а все ли, так сказать, важное передано переводчикам, и вот если да, то получается, что это как раз можно считать во многом моделью, к которой нужно стремиться, особенно если мы хороший, удачный перевод. Дайте, пожалуйста, ссылку, но потом давайте отвечу, потому что не могу сразу говорить, хотелось бы закончить эту мысль. Вот, значит, поэтому здесь нужно быть морально готовым, что это не выравнивание такое, как в письменном или каком-то функциональном тексте, где на каждые 5 коров есть, 5 cows есть там 5 коров, и на каждые 3 goats есть 3 овцы, да, это будет все-таки, еще раз повторюсь, устный перевод и синхронный перевод. И как раз вот такие вот лакуны, опять же, реальные они лакуны, или они являются результатом выравнивания, это все, если хотите, как раз тот повод для рассуждения, для размышления, для исследования, который нам во многом с вами и нужен, как исследователям этого самого устного перевода. Так, значит, что я, давайте все-таки попробую, чтобы вы видели, что волшебство возможно. Я попробую сейчас сделать это все на ваших глазах. Одну секунду, я только войду сам, значит, вот этот самый алайнер еще раз. Сейчас я его закрою и войду заново. Так, этот текст я прикрою. Так, и попробую, собственно, сделать, попробую это сделать на ваших глазах практически. Так, для этого мне нужно прямо его открыть. Ага, он мне почему-то не хочет. Так, давай покажи мне. ЛФ. Ага. О, начал мне все искать. Да. Во, нет. Рано я обрадовался. Так. Давайте тогда сделаем не так, пока он ищет саму оболочку. Я вам покажу, как должны выглядеть файлы. Значит, там есть определенные, но это на самом деле в зависимости от того, какой вы будете использовать, какую ПО, какую программу. У вас будут разные требования, так сказать, к входным файлам. Значит, вот я покажу вам, что здесь я заготовил как раз сейчас, непосредственно перед нашим мастер-классом. Так, сейчас, секунду. Перед нашим мастер-классом. Так, вот они, загрузки. Так, 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 и демонстрация экрана нам нужна. Так, вот у меня папочка тестовая, которую я вам показывал. Видите, Align and Test. Значит, как вы видите, у меня здесь два файла, которые в формате txt. Знаете, такой формат, да, то есть это простой simple text. Кто не знает или не помнит все эти названия, это примерно тот файл, который в блокноте используется. Знаете, такой блокнот, да, в Windows есть. Вот так они выглядят. Смотрите. Вот, это английский текст, да, видите. Вот. И это у нас будет, в данном случае, это был перевод current time, телевидение. значит, вот он немножко тут вот по-другому располагается, он располагается по горизонтали, но, как видите, машине, это абсолютно все равно, да, равнообедренный, и как это происходит, хоть так, хоть сяк, сдвигаемся. Главное, что это некий текст русской раскладки, что называется, кириллица напечатанная. Вот. Потом, соответственно, что нашел мне этот онлайнер? Нет, нет, он не хочет вот это. А, давайте я просто новый попробую, openfile, вот так вот сделать. Будет у меня что-то от этого. Так, сейчас мы сделаем по-другому немножко. Так, вот это, кстати, возможности дополнительной колонки, убрать эти колонки и так далее. Давайте сохраним его, спасем хоть. Ага, не может он, что-то тут я наколбасил. очень хорошо. Не то он мне открывает, что я хочу из этого окна, потому что у меня есть несохраненные изменения. Так, 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 так. Надо подумать, что мы делаем. Мы будем добивать его, или вы мне поверите на слово, что все это результат его деятельности. Так, давайте я попробую. Может быть, вот так сейчас сделать, в загрузках его найду и покажу вам, как это выглядит от начала. LF. Ага, вот он. Давайте я попробую. О, пошло. Видно сейчас, что происходит? Нет на экране? Просто я знаю, что если я не остановлю демонстрацию... Видно, видно. Видно, да? Вот как окно открывалось, видно было? Да, да, видно. Все, извините, тогда возвращаюсь на этот этап. Так, вот у меня, собственно, интерфейс, да, значит, он мне напоминает о том, что для моей загрузки, мне нужен файл формата TXT и в кодировке UTF-8. Да, нажимаю ему Next, все у меня так и есть. Дальше он предлагает выбрать языковую пару. Но у меня, как вы помните, английский так и был в первом тексте, да, в исходнике. Значит, моя задача выбрать русский. Так, это будет мой второй файл переводной, да? Вот, так, все, английский, русский я выбрал, я молодец, нажимаю ему Next. Дальше он мне предлагает, собственно говоря, выбрать файлы, я их буду на своем компьютере искать, вот те, которые я вам показывал. В качестве первого у меня будет вот Biden оригинал на английском, и в качестве второго, видите, он напоминает мне, чтобы я не запутался, English file, Russian file, да? Russian file, у меня будет вот этот перевод current time телевизора. Дальше он мне спрашивает, спросит наверняка, как мне это все расположить. Вот он пишет, хочу ли я там перевернуть параграф, ну, допустим, я ему скажу Next, иди дальше, это мне не принципиально. Так, графический редактор, графический editor, графический editor, и вот получилось, видите, опять то, что было там, потому что я вам говорил, что это я сделал перед самым занятием, что эти два файла он сам, это не я делал, это он сам все за меня сделал. Моя задача уже все это отредактировать. Ну, вот как-то так. Так, значит, ну, и, собственно, дальше анализ. У нас, я не помню, что там еще есть что-то ценное. А, Илан, давайте покажем, я не буду в него входить, чтобы не тратить время. Ага, да, вот, кстати, Маш, вернитесь, пожалуйста, Мария Валерьевна. Ага, ну, вот это. Это, кстати, другое здесь использованное устройство, Paracong, но сразу говорю, я его в мастер-классе не представлял, потому что оно платное. Правда, какие-то копейки стоят 39 долларов на всю жизнь, вот, но, тем не менее, принцип на этих мастер-классах показываем только то, что бесплатное. Все, можно на LN вернуться. Да, и вот те, кому важно, так сказать, учет параметров, еще и, так скажем, каких-то пара- и экстралингвистических, есть такая прекрасная штука, это тоже, кстати, наша с Марией Валерьевной работа, потому что у нас есть такой небольшой свой корпус, мы пока его не публикуем, и исключительно из того, что он пока не готов. Когда сделаем, мы публикуем, но мы уже представляли в Женеве, на конференции, может быть, кто слышал, сто лет конференц-перевода, было очень крупное мероприятие, и так вот как-то случилось, что нежданно-негаданно, то мы там оказались единственные спикеры от России, остальные там только так, в прениях чего-то там, голоса подавали, вот, так вот, мы как раз показывали исследование на этом корпусе, сделанное, здесь были пресс-конференции, да, и вот, кстати, здесь это саммит в Хельсинки, помните, был такой, Трамп встречался с Путиным в 17, да, по-моему, году, или 18, вот, короче говоря, это вот фрагмент такой, значит, чем это Телан, его используют как раз люди, которые занимаются, в принципе, корпусной лингвистикой, 18, да, мне тоже кажется 18, вот, значит, его используют люди, которые занимаются корпусной лингвистикой, его знают, кто не знает, это голландский Гронингенский институт, разработал, значит, вот это вот самое ПО, как вы видите, здесь есть возможность подключить, он, конечно, большего времени требует, от исследователя, но здесь можно совместить видео, видите, есть вот, ну, вы знаете, да, что это называется, осциллограмма, звуковая дорожка, и там, не знаю, насколько это видно, но вы можете у себя попробовать по экране, просто масштаб увеличить, сделать не 100, там 120, видите, там у нас, вот этого данного фрагмента, есть транскрипция, есть транскрипция на трех каналах, да, чтобы было понятно, откуда три, это Путин говорит, правильно я, Мария Валерьевна, говорю, да, да, это вот у нас есть совпадающие, я сам еле вижу тут, нет, 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 это говорит Путин, да, у нас есть совпадающие, это не мог быть такой перевод, сто пудов, это путинские слова, вот, и два перевода у нас было, потому что один мы споставляли как раз работу синхронистов, что называется, on-site, то есть это ребята как раз вот из ТЛО, да, которые на месте обслуживали мероприятия, и синхронный перевод, который шел для телевидения, и вот там по этому две еще дорожки, помимо оригинальной, да, там, видите, вот написано, interpreting Russian English 1, и потом Russian English 2, это как раз вот вариант телевизионный, и здесь вот как бы очень, ну, хельсинки мы полностью сделали, но вообще это на самом деле такая достаточно, еще раз говорю, трудоемкая работа, потому что здесь на каких-то больших таких объемах невозможно, конечно, все это сделать на Илане, но это, в общем, и не нужно, наверное, это можно как сделать какие-то куски, которые вас интересуют, опять же, если вы интересуетесь тем, как это звучит, какая там просодия у переводчика, какая интонация, так сказать, насколько это соответствует тому, что происходит на экране, и так далее. Ну, вот как-то так, я думаю, что основные мысли мы все сказали, показывайте наше спасибо за внимание, естественно, вот мы уложились ровно-ровно, но поскольку мы чуть позже начали, может быть, нам организаторы там дадут еще какое-то время, да, и мы, собственно говоря, да, это можно опустить, я думаю, это и без нас знают, да, про применение тоже мы говорили по ходу, да, да, так, спасибо за внимание, короче говоря, мы переходим к вопросам и репликам, потому что мы всегда с Парри Валеной очень любим не только вопросы, на них мы обязательно ответим, но еще и на ваши какие-то, хотели бы от вас, в общем, дождаться и каких-то реплик, может кто-то поделится своим опытом проведения таких исследований в сфере устного перевода, да, поэтому не стесняйтесь, из голода и из чата, а я пока начну с первого. Так, спасибо, спасибо вам за внимание, так, как вы рекомендуете оборудовать современные автоматизированные рабочие места переводчика и письменного и устного, какие наиболее, то наиболее предпочтительные. Так, Татьяна, да, Макаревич, ага, вы здесь, да, вы можете с голоса с нами, хотя бы, если не есть. Поясните, пожалуйста, чтобы это был не пустой ответ, что такое автоматизированные рабочие места переводчика, вы имеете в виду видеоудаленный перевод или что? Вы знаете, я имею в виду и видеоудаленный перевод, потому что я имею в виду не только здесь, и, значит, работа сенсорного переводчика, я имею в виду работу переводчика и письменного. И если вы специализируетесь... Ну, я думаю, что это будут очень разные вещи, конечно. Давай сейчас концентрируемся прежде всего на работе, когда-то синхрониста, потому что, конечно... Да, потому что я не занимаюсь письменным переводом уже лет 15. Вот. Ну, не знаю, вот как-то так вот я уже, кто меня знает из компании, я уже об этом много раз эту байку рассказывал, что когда я учился в институте, я такой был очень непоседой большой, и я сразу понял, что если я вообще и буду заниматься переводом, то это будет 100% устный перевод, потому что мне тогда казалось, что это там что-то поболтал, поболтал, все закончилось, ушел, и до свидания, да. И не сидеть там, не корпеть, ни с какими словарями, книжками. Это потом, я только понял, что мы видим только верхушку асберга, а сколько нужно готовиться, да, к этим мероприятиям, это отдельная тема. Но я так думал, поэтому в это я так и ушел. Вот. Значит, что касается, собственно, я недавно буквально у Горбовского на конференции Николая Константиновича рассказывал, и, кстати, сейчас очень много про это говорят, потому что вот Наталья Федоренко, вы знаете, наверное, так очень активно, она и на сайте, есть такой сайт, Translation Rating, это Константин Дранч, если интересно, посмотрите, зайдите, она там. Очень замечательный сайт, работа замечательная. очень замечательный, точно. Так вот, она, значит, это самое, сделала там две даже статьи, да, и у нее русская версия, английская, она сравнивает платформы синхронного перевода, вот, значит, я тоже говорил, но я не сравнивал все платформы, я просто делал такое сообщение, как раз вот мой опыт работы в удаленном переводе, и Lifehackage называется того, что нужно сделать. Что касается, так сказать, рабочего места, это, конечно, хотя вот, опять же, недавно мы обсуждали с моей коллегой из Мурманска, Еленой Александровной, которая весь рынок там держит, северо-западной, синхронно, но вот она говорит, ну, мне не надо два экрана, но я не знаю, как ей не надо два экрана, мне надо два экрана. Я всегда, вот это как раз то, что многие, или большинство, кто, так сказать, пользуется этим самым, кто делает, кто занимается видеоудаленным переводом, да, то, что называется по-английски RSI, Remote Simultaneous Interpreting, я всегда работаю с двумя экранами, здесь я полностью с ними солидарен, потому что вам нужно второй, даже, например, вот смотрите, у нас, в нашей стране, да и не только в нашей стране, вообще все очень любят Zoom использовать в этом качестве, почему, это ответ очень прост, потому что, сколько там, 50 с чем-то, 55, по-моему, долларов в месяц, будет тебе счастье, для сравнения, нормальная платформа сахарного перевода, типа, вот самая моя любимая Interprefy, да, наверное, знаете такое, сейчас, кстати, вот был этот самый глобальный диалог, там они тоже обеспечивали этот перевод, ну, вернее, на их платформе делалось, так вот, значит, там, по-моему, порядка 5, от 5 до 8 тысяч долларов в день мероприятия, но это правда со всеми пирогами, с многими каналами, этого самого перевода, да, языковыми, вот, ну, я думаю, понятно, что предпочтет, скорее всего, наш заказчик, вот, а в Zoom, например, чтобы вы знали, да, там вот этот модуль, даже когда есть, там нет ни хендового, нет передачи друг к другу, смены, да, это все, мы делаем это через WhatsApp, кто-то там делает через еще какие-то, там, я не знаю, Viber, там, и так далее, через Skype, кто-то мне рассказывал, делает, значит, это первое, чего нет, потом там тоже вот, вот, ничего невозможно услышать, пока ты не дождешься фидбэка, от, там, допустим, юзеров, которые, ну, то есть от наших клиентов, которые ничего не слышат, вот представьте ситуацию, что почему-либо, вы передали смену, все договорились там, как мы это пишем, там, бери, беру, а потом у вашего напарника что-то не получилось, вы даже не можете услышать, он включился, или не включился, значит, поэтому я как делаю, у меня второй стоит в компьютер, там, неважно, планшет или компьютер, где я вхожу в тот же Zoom под другим здоровым аккаунтом, я могу как юзер, если что, услышать, что хотя бы начал ли мой коллега работать, да, или мне нужно продолжать спасать его, пока он там что-то не починит, да, вот, значит, поэтому два экрана, это святое, я вам могу даже показать, я хотя сижу сейчас в университете, но я могу, не знаю, получится показать, а, у меня вот здесь вот есть, вот такая святая вещь, я сейчас с ноутбука сижу, так, значит, мне нужна вот такая штука, вот, это называется кабель LAN, который я вставляю при помощи переходника, потому что у меня нету на моем ноутбуке, естественно, входа такого LAN интернет кабеля, значит, мне нужен еще будет переходничок, мне нужны нормальные, либо вот так, как я сейчас сижу, либо мне нужна вот такая история, и тогда, видно такая история? Да-да-да, видно, это этот самый конденсаторный микрофон, и, соответственно, хорошие наушники, тоже есть АИК, если вы знаете такую организацию, они даже на своем сайте повесили уже все рекомендации по оборудованию, грубо говоря, у них там не обязательно совершенно какие-то сумасшедшие дорогие наушники, могу вам сказать, что все начинается там с полутора тысяч, но главное, чтобы там было хорошее шумоподавление и так далее, и нужно смотреть, рекомендует ли ХАИК, чтобы не изобретать, что называется, велосипед, да, а уже идти по наработанному, по проверенному. О, Господи, что еще? Я даже не знаю, Мария Валиновна, что я недавно, я об этом рассказывал, я просто уже не помню, что там еще может быть. Это очень абшурная тема, да. Да, совершенно верно, это отдельная тема, не для этого явного мастер-класса, вот, но еще раз говорю, многое, почитайте у Федоренкова, у нее это есть, я надеюсь, что выйдет моя статья у Горбовского, правда, все-таки у Николая Константиновича, это в его песнике, это все-таки научное издание, поэтому я больше там буду говорить о, так сказать, истории вопроса, и о том, как это происходит сейчас, не с точки зрения, куда, какой кабель вставлять, а с точки зрения, так сказать, вот вопросов, связанных с, допустим, как себя чувствуют переводчики в этом, потому что такие исследования еще в 90-е, представляете, эти годы уже были, вот Барбара Мозер Мерсер, может быть, кто-то знает такую знаковую фамилию, можно сказать, она тогда опрашивала, у нее получилось, что через 15 минут уже переводчик устает в виде удаленном переводе, ну, для сравнения, в кабине у нее там 30 минут считалось, так что вот так, но я думаю, что что-то я уже успела ответить, спасибо вам большое, это благодарность, Андрей, вообще просто, конечно, совершенно потрясающее исследование, спасибо, Марина, да, и вы вообще мне показали с Машей, куда двигаться дальше, потому что на самом деле, я себя считаю очень неопытным исследователем, недавно начала только этим заниматься, и вот как раз компрессия, это тема, которая меня очень интересует, и если вы сегодня слышали сообщение, там, значит, мы выделили структурно-языковую, смысловую, но первое полно примеров, если анализировать просто вот эти расшифровки, которые не мы делали, а другие, по-видимому, там перевод делается всегда с опорой, со зрительной опорой, то есть есть текст, и фактически компрессия получается только структурно-языковая, вот сегодня, вот только что я закончила работу, я не, мне никто не дал доклады, а наши ученые в основном начинают, это хорошо, что если они начинают, не сразу зачитывая текст, но даже там через 2-3 минуты выступления, они начинают просто шпарить по бумажке, и соответственно... А почему вы не отказались, если вам кто-нибудь читал? Да, я хочу сказать, что на самом деле в Европе уже давно просто отказываться, если у переводчика нет бумажки, а докладчик читает, то перевода просто в принципе нет. Нет, ну что вы, мы так работаем по старинке. Нет, я в курсе, да, я тоже не с Луны свалился. Вы тоже, наверное, в своем родном ВУЗе не стали бы устраивать скандал, что вам не дали доклады. Ну почему, это зависит. Ну, короче, мы переводили, и у нас были большие пропуски, но вот я считала для себя, что я удачно что-то сделала, когда мой пропуск и начало там какого-то нового смыслового блока совпадал. То есть я делала такой логический вывод, который приводил к тому, ну, к чему вот после пропуска начинал, с чего начинал говорить докладчик. То есть это как раз смысловая компрессия, ее без вашего элайнмента просто на самом деле нельзя изучить. Вот я ходила вокруг нее, ходила и теперь поняла, что делать. Спасибо вам большое. Но на самом деле надо к вам прийти на более подробные курсы, потому что это просто такой глимпс. Просто понять, что уже есть, что разработано. Вы просто на передовой большие молодцы. Спасибо большое. Университет держит марку. Спасибо, Марина. Спасибо, Марина, огромное, потому что тем более приятно это слышать Марина, которую мы считаем своим другом большим вот в одной секции там в СПРе заседаем и так далее. И, в общем, наверное, единомышленник. Значит, что касается вот этих всех дел исследовательских, вообще, к сожалению, у нас не очень. Вот как-то, смотрите, странно, да? В свое время, я уже об этом сегодня говорил, вот Чернов, Зимняя, вот это все поколение, да, мы были тогда просто впереди планеты всей. Так же, как когда-то мы были пионерами синхронного перевода, потому что у нас еще в конце 20-х годов все это началось. А потом как-то вот эти interpreting studies у нас все это заглохло, и сейчас в основном все одно и то же, там способы передачи чего-то в чем-то, да? И вообще это никакого отношения к синхронному переводу, конечно, не имеет. Если не считать, опять же, вот психофизиологов, спасибо Татьяне Владимировне, фамилию которой я забыл не от того, что у меня нет к ней почтения и пенсета, а просто от того, что день сегодня это такая вот, знаете, челлендж настоящий, называется день простоять и ночь продержаться. Так вот, поэтому у нас есть в планах, уже очень многое наработано, есть в планах, вот мы сейчас, кто не знает, у нас вот это вот такой, завели профиль специально, не личный, а общественный, UTI Interpreter Trainers называется, и там же есть группа. И мы начали, собственно говоря, под экидой союза переводчиков, такие вот, первый пробный камень, это как раз был по цифровым технологиям в переводе, в обучении перевода, здесь я знаю, вот вижу Инна Воронцова есть, которая там к нам присоединяется, вот Ольга, по-моему, Соколова, это тоже, думаю, наша Ольга Соколова, что называется, вот, и у нас есть, просто другой вопрос, насколько на это будет спрос, у нас есть такие планы именно для исследователей, может быть, молодые, которые там на уровне магистратур должны этим заниматься, аспирантуры и так далее, методология исследований в сфере устного перевода, не только смех, но вообще устного перевода. И мы будем информировать, потому что банк, так сказать, данных, что называется, адресов у нас есть, естественно, будем и через СПР, через вот это вот Эдукранс, виртуальная парта, как раз выяснять вообще нужно это, есть ли на это спрос, и я думаю, что мы что-то такое проведем, что называется, в нескольких частях, поэтому что называется, you are welcome, если это будет организовано, если не только я к Марине обращаюсь, я ко всем обращаюсь. Есть вопрос, да? Ага, где? Спасибо за... Да, конечно, это кто спрашивает? А, наша Инна Воронцова. Инна Воронцова, посмотрите группу, значит, исследовательскую, первая фамилия будет в списке авторов Аиско Ладос. Аиско Ладос. Поняли, да? Это испанская школа, барселонская в основном, да? Значит, они очень много провели на эту тему исследований, ну, как известно, бывает, посмотрите одну работу, увидите ссылки на другие, да? Как это бывает. Но, в любом случае, это очень интересно. Я, кстати, даже это своим студентам всегда рассказываю, почитайте, чтобы не с моих слов, а именно, так сказать, из первых уст. Знаете, в каком аспекте у них есть такое исследование, где они просили синхронистов, ну, экспериментальные, разумеется, просили синхронистов говорить какую-то ерунду, только с теми же именами собственными, там, и какими-то важными терминами, да? Но при этом говорить с очень хорошей интонацией, паузами, равномерно, не запинаться. И второй был сет контрольный, когда они просили, собственно говоря, максимально качественный перевод именно выдать с хезитациями, с такими не совсем, как это называется-то, ну, грамматически верными интонационными, то есть не коррелирующими, да, с грамматикой, интонациями, с паузами и так далее. И потом предъявляли это, так сказать, там, людям, которые называются в переводоведении pure customer, да, знаете, что это такое, то есть теми, кто не слышит, как бы исходника, да, и спрашивали, какой перевод лучше. И у них там за 70, по-моему, процентов, даже больше, по-моему, за 80. Те, кто сказал, что вот те, которые хорошо говорят и неправильно совершенно, это хороший перевод. А те, которые, значит, кое-как говорят, это плохой перевод. Вот, так что это вот как раз по поводу ритма, ритма интонации. А из колладос и всяко-честная компания. Есть ли еще вопросы, коллеги? С голосом, может быть. А можете написать а из колладос? Да, могу. Там, правда, вот эти дурацкие знаки, их испанские, это я не смогу воспроизвести. У меня нет испанской раскладки. Ну да, я думаю, что это вы найдете уже. Главные слова, да? Вот. Это ее двойная фамилия, а у нее это женщина, у нее еще какое-то имя. Но их там много, я имею в виду, соавторов. Это просто первый главный соавтор. Марин, вы знаете про такую гранатскую конференцию, которая проходит с некой периодичностью по качеству, quality in the simultaneously. Я слышала, конечно, но... Значит, вот там у них сейчас сбилось все, что называется, как у женщины, ритм этот сбился, да? Потому что они раньше раз в три года проводили, и как раз должно было быть в двадцатом. Потому что вот мы в семнадцатом ездили, это была третья уже. Должна была быть в двадцатом, но пока все, понятное дело, stand by motion называется. Ждем, что будет дальше. Вот. А вообще там очень интересно, они периодически публикуют как бы к этим конференциям свои достижения надо поискать, они, в общем, должны быть даже частично в интернете выложены. Во, кто-то уже нашел, да. А, это Мария Валерьевна, господи боже мой, я-то думал, как продвинулись технологии. Да, спасибо, Мария Валерьевна. Ну, видите, я без ошибок написал. Да, Только что с этими, как его зовут, с палками. Там палки какие-то есть, Мария Валерьевна. Ну, понятно, да. Вот. Все. Ну что, спасибо вам тогда за внимание. Будем рады видеть вас в нашей группе на Фейсбуке. Коль уж мы ее завели тут две недели назад, присоединяйтесь, стараемся там какие-то ссылки давать на интересные мероприятия. вы уже просили, надо сказать, что группа потрясающая, профессиональная. Ну, пока маленькая, она только-только, я говорю, две недели ей жизни, как-то будем развивать. Надо ее распространять. Да. Я напишу название ее, группы, наверное, а от нее уже можно попасть на нашу... Так, она называется Inter... Interpre... Сейчас скажу. Training in Russia. По-моему, так, да? Маша, так? Да, по-моему, так же. Все. Так что ищите и будем обмениваться там мыслями информации. Всем спасибо. Большое спасибо. Всего доброго. До новых встреч. Огромное спасибо. Спасибо. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова